Это подкаст Сингенты Добрый день, коллеги виноградари! Меня зовут Максим Коростиев, я технический эксперт компании Сингента по садам виноградникам. В прошлой нашей теме мы разобрали проблемы защиты от гроздевой листовёртки, а сегодня мы поговорим о гнилях винограда. Вообще, если говорить о гнилях винограда, их на самом деле великое множество. Может быть и белая гниль, и чёрная гниль, и розовая гниль, и плесневидная, и резопусная, то есть очень много. Но мы сегодня поговорим о серой гниле, так как это основной вид гнили, который встречается на виноградниках. Есть интересный факт. Если поражение ягод серой гнилью достигает 5%, этот привкус уже чувствуется в вине. Второй момент. Если мы имеем поражение до 10%, то вино, оно не такое окрашенное, то есть мы уже видим, что теряется окраска. Если поражение ягод достигает 25%, то мы можем наблюдать, что пузырьки в шампанском, они образуются гораздо меньше, то есть не больше 60% от того, что могло бы быть. И если виноград наполовину гнилой и больше, это вино просто непригодно к использованию. Существует мнение, что контролировать гнили практически невозможно из-за погодных условий. Если идут частые дожди в период созревания, ягода начинает быстро расти, набирает воду и просто трескается, а в месте образования трещин образуется гниль. И поэтому склоняются к тому, что есть моменты, что контролировать ее практически невозможно. Однако, все равно существуют методы для снижения вредоносности этого эффекта. Есть подкаст «Сингенты», который как раз и говорит о том, как правильно подобрать питание, какие элементы питания важны и в какой период, для того, чтобы избежать растрескивания ягод, это все вы найдете на подкасте «Сингента». Кроме погоды и питания, важным фактором может явиться сорт винограда, потому что есть сорта с плотной гроздью, где ягоды выдавливают друг друга, и когда они выдавливают, образуются трещины, а в этих трещинах потом происходит заражение гнилями. Но даже для этих сортов тоже есть решение. То есть мы можем использовать продукты, которые удлиняют гребень и контролируют рост ягод, чтобы этот эффект был менее заметен. Кроме этого, развитию ботритиса может поспособствовать заражение аидиум, потому что когда аидиум заражает ягоды, налет, который образуется на ягодах, разрушает верхний слой ягоды, образуются трещины, и кроме аидиума еще могут поражать и ботритис, и резопусная гниль, и другие виды гнили. Безусловно, фактором развития серой гнили может стать и повреждение гроздевой листоверткой, потому что когда гроздевой листоверткой вредит ягодам, после этого возникают гнили. Серая гниль сопутствует винограду практически на всем периоде вегетации, может поражать в любой момент. Прежде всего поражаются соцветия, и когда цветет виноград, идет заражение серой гнилью, мы должны сохранить эти соцветия. Кроме соцветия, могут поражаться еще и гребни, поэтому для нас еще важным фактором идет то, что нужно защищать именно до смыкания ягод в грозди, потому что потом, когда уже ягоды в грозди сомкнутся, гребень будет недоступен для обработок. И важным фактором еще является то, что серая гниль поражает ягоды, и поэтому когда у нас идет процесс созревания ягод, от начала созревания и до съема урожая, важно в этот период защищать препаратами, потому что существуют ситуации, когда виноделы говорят, что нужно, чтобы виноград еще повисел на кусте, для того, чтобы набрать сахара или кислоты, а может быть фенолы. Но серая гниль может не позволить этого сделать, и поэтому нужно делать более сильную защиту, для того, чтобы добиться лучших результатов. Как мы с вами разобрали, самые опасные периоды для заражения серой гнилью, это является цветение, перец смыканием ягод в грозди и созревание. Лучшим решением станет продукты Свитч и Хорус. Кроме этого, когда мы применяем Свитч и Хорус против серой гнили, одновременно мы контролируем и другие виды гнили, которые могут только возникнуть. Коллеги, мы с вами разобрали основные моменты защиты винограда от гнилей. В следующем подкасте мы с вами поговорим о не менее важном заболевании, как милдио, разберемся в стратегии защиты, как правильно применять продукты и на что стоит обратить внимание. А я с вами прощаюсь и до новых встреч. Хороших вам урожаев!